Продолжение следует... 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 Своего христианского делания в монашестве, в схеме его было имя Алексий, схемонах Алексий. И до Петра I служба ему в храмах совершалась как преподобному, как схемонаху. Иконы изображались его в схемнической одежде. А Петр I изменил несколько траекторий почитания и как бы укрепляя власть княжескую и царскую, он повелел, чтобы его почитали и как благоверного князя Александра Невского. В нем сочеталось, как в обработанном алмазе, бриллианте, все духовные качества, когда бриллиант переливается на свете, так и личность святого благоверного князя Александра Невского. Святой Пророк Божий Иезекииль так вещает своим соплеменникам евреям. Как только вы увлекетесь чужеземным бесием и будете приносить жертвы на своей территории, на своей земле чужим водам, тотчас придут чуждые вам племена, язычников, и вы будете приносить в рабском состоянии, в чужой земле, жертву чужому Богу. И как только курс нашей страны, политики внутренней и внешней сбивается с курса Александра Невского, точно так же сбываются на нас слова пророка Еремии. Вы помните в истории, когда чужая гейсия французская овладела умами русских людей. Русские забыли свою культуру, свою религию, свой народ. Что случилось? Тот же пришел Наполеон с 500 тысячами воин. И что мы помним из истории, а эти просветители как варвары прошли по нашей стране, разрушая наши святыни. Это начало 19 века. Как только наши умы просвещенные заинтересовались немецкой философией, безбожной, Карл Маркс и все прочие остальные, тут же происходит с нами следующее страшное событие. Первая мировая война, она не образумила нас. Следом Вторая мировая война. И вот мы видим, как только мы избиваемся с того курса божественного провидения, которым определил Господь в нашей стране быть. А это выразилось в жизни святого благоверного Александра Невского. И мы молимся, обращаемся к Нему, чтобы Он всегда был защитником и заступником страны нашей православной, предстателем пред престолом Божиим и ходатым за нас, чтобы мы были верные Его дети. Здесь, на земле и в жизни Царствия Небесного, сфодобились вместе воспевать Троицу Пресвятую, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сына и Святаго Духа.